Повышенная деловая активность наблюдалась в эти выходные в Батаревском районе. Там открылось несколько новых производств. Вместе с Михаилом Игнатьевым в торжественном перерезании ленточек участвовали главы муниципалитетов. Достойная замена импортной продукции в Батаревском районе открылся новый мясоперерабатывающий цех. Два года и 36 миллионов рублей из своего кармана понадобилось Решиту Санзяпову, чтобы построить цех. Сегодня ситуация непростая на рынке. Тяжело сегодня анализировать и как бы дальше предсказать поведение рынка. Поэтому мы будем ориентироваться именно на рынок Чувашии, в первую очередь, в нашей республике. Будем ориентироваться на дошкольное питание, школьное питание. Мы уверены, что мы войдем туда, мы уже заходим, производим чисто из чистого сырья, сырье свое у нас, качественная продукция. Сейчас на предприятии трудятся 13 человек и за одну смену здесь изготавливают 3 тонны мясных продуктов. Дилия Забирова работает технологом в ЦИХУМ. Для девушки это первое место работы и она нисколько не жалеет о своем выборе. Работа нравится, специалисты все хорошие, коллектив молодой. Прием. Тушенку мы готовим из конины, из говядины, без добавления всяких химикатов. Все натуральное, сырье свое, выращиваем говядину, конину сами. От мяса к овощам здесь тоже хорошие новости. В деревне Старой Тойсе заработало новое овощехранилище. Сейчас в крестьянско-фермерском хозяйстве Валерия Кузнецова 150 гектаров посевных площадей. Здесь есть и лук-сивок. Он, кстати, поставляется в Амурскую, Свердловскую, Новосибирскую, Челябинскую области. 30% лука-сивка России выращивается здесь, в Батаревском районе. Всего на территории района открыто 20 овощахранилищ. В этом году только наподобие этого, с последними требованиями техники, открыли 6 овощахранилищ объемом 500 тонн. Вопросы привлечения инвестиций в экономику муниципалитетов, развития налогового потенциала, подготовки к проведению в 2017 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Чувашии, а также состояние дорог и придорожных полос республиканского и местного значения. Все эти вопросы глава Чувашии обсудил на совещании с главами администрации муниципальных районов и городских округов республики. По эффективному использованию и земельных участков, и имущества республиканской собственности, у нас четко работа налажена. Никаких проблем нет. Чтобы информация об общем объеме инвестиций была доступна всем главам муниципалитетов, рекомендовано теснее взаимодействовать с предприятиями в опросе своевременного представления в органы статистики данных. Одна из задач, стоящих в настоящий момент перед муниципальными образованиями, создание условий для повышения качества жизни населения. При этом в новых экономических условиях ее невозможно решить без привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. От развития реального сектора экономики малого и среднего бизнеса зависит благополучие ее жителей. Чувашская продукция экологически чистая, и она должна продаваться в магазинах шаговой доступности. Это, пожалуй, одна из главных мыслей совещания. Ее надо поставлять и в комбинаты, занимающиеся детским питанием. Юлия Важенина, Республика.